Добрый день дорогие друзья, с вами Роман Харланов из открытой студии Радио 1 в здании правительства Московской области в Красногорске, программа Люди Дела. Сегодня у меня в гостях Банникова Елена Сергеевна, региональный директор компании Интерлизинг по Центральному федеральному округу. Елена, добрый день. Добрый день, Роман. Мы сегодня будем обсуждать проблему и вопросы лизинга. На сегодняшний день один из методов поддержки, субсидий. И, Елена, скажите, пожалуйста, компания Интерлизинг достаточно известна на российском рынке, в частности, в Центральном федеральном округе. И насколько сейчас такой финансовый инструмент, как лизинг, популярен среди малого и среднего предпринимательства? Могу сказать, что очень популярен. Еще несколько лет назад лизингом пользовались не так много компаний. Больше как-то на слуху было кредитование. Сейчас все больше и больше повышается, естественно, финансовая грамотность населения. И отсюда, как вывод, популярность самого лизинга. Потому что для малого и среднего предпринимательства это достаточно удобный метод приобретения основных средств. Это быстро, в сравнении с кредитом достаточно просто. И на данный момент при приобретении в лизинг импортеры, производители, поставщики предметов лизинга дают скидки достаточно существенные. Соответственно, популярность растет. Все уже знают про то, что мы можем предложить, что мы не можем предложить. И, в принципе, приходят уже достаточно с конкретными запросами, достаточно финансово грамотными. Для наших слушателей, давайте поясним, чем принципиально отличается кредит, то есть приобретение техники в кредит, от приобретения техники в лизинг? Какие плюсы и минусы по сравнению с кредитом в лизинге есть? Ну, кредитование, по крайней мере, на данный момент больше актуально, как получение именно денежных средств для оборотки компаний, когда нужны какие-то именно финансовые вливания. Соответственно, лизингом пользуются, когда необходимо приобрести основное средство. Это любая техника, оборудование, автомобили, я не знаю, все, что угодно. В целом, по закону мы можем передавать в лизинг любое основное средство, срок полезного использования, которого превышает один год и стоимостью от 100 тысяч рублей. Поэтому вот все, что можно подогнать под эти две категории, можно передать в лизинг. Поэтому лизинг отличается принципиально тем, что это аренда с последующим выкупом. При этом весь срок лизинга, техника, предмет лизинга находится в собственности лизинговой компании, таким образом в своеобразном залоге. При кредитовании это может быть просто какая-то сумма средств, соответственно, его получить сложнее, поскольку нет такого автоматического залога, скажем так. И не всем, в принципе, одобряют кредит. По лизингу одобрение намного выше. А что чаще всего сейчас пользуется спросом? Все-таки автомобильная техника или оборудование для производства? То есть, как вы сказали, станки могут быть объектом лизинга. То есть такое, в условном примере, недвижимое относительно имущество, потому что некоторое оборудование, оно, скажем так, после установки, достаточно тяжело его в силу технологических особенностей куда-то переместить. Но наиболее популярно, наверное, в том числе потому, что стоимость достаточно высока. Наиболее популярна сейчас строительная техника, грузовой автотранспорт в силу, опять же, стоимости, сельхозтехника различная, поскольку сейчас есть меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Естественно, что автомобили, которые приобретаются для представительских целей, часто компании используют автомобили под сотрудника для повышения его мобильности. Соответственно, это тоже очень популярно. Наверное, именно если брать объем финансирования, это все-таки грузовая строительная техника. Если брать количество предметов, наверное, может быть, грузовая строительная техника может соревноваться с автомобилями по количеству. А возвращаясь к теме, если сравнивать кредит и лизинг, существуют ли, насколько я знаю, существуют принципиально разные подходы в налогообложении? То есть на сегодняшний день лизинг, насколько я знаю, помогает немножко оптимизировать в том числе налогообложение. Вот в какой части можно ли поподробнее про это узнать? Ну, пару примеров приведу. Все лизинговые платежи облагаются НДС. Соответственно, лизингополучатель возмещает весь НДС со всех лизинговых платежей. Если сравнивать с кредитом, то в кредитовании, соответственно, НДС возмещается с процентов. А при вводе в эксплуатацию, то есть когда он приобретает данное оборудование в кредит, ну, не в лизинг, там не идет развозвозмещение НДС в данном случае, когда идет финальное, ну, просто приобретается в кредит оборудование, допустим? Да, ну, смотрите, тут разница такая. Мы говорим о малом-среднем предпринимательстве, у которого обороты не столь высоки, в принципе, там ежемесячные. Если вы покупаете единоразово автомобиль, весь НДС в этом квартале, в этом отчетном периоде, вы можете возместить. Если у вас нет выручки, ну, такой же выручки, сопоставимой с НДС, чтобы возместить, вы продали товары, вы возместили на эту же сумму, то получается вы теряете этот НДС. С точки зрения лизинга, поскольку зачет НДС идет очень-очень постепенно, ежемесячно, и НДС возмещается очень постепенно, ежеквартально, получается у вас, ну, грубо говоря, больше шансов возместить весь НДС, который вы передали в бюджет в составе вашей выручки. И при этом не возникнет лишних вопросов в налоговой инспекции, почему так много возместили. Потому что налоговая инспекция, не секрет, не любит, когда возмещают. Есть, ну, вот некоторые нюансы, то есть если мы говорим о каких-то гигантах нашего рынка, у них нет такой, ну, так скажем, я не знаю, проблемы, можно ли это назвать проблемой, то есть они могут, да, купить, сделать дорогостоящую покупку и тут же возместить этот НДС в отчетном периоде. Если мы говорим о малом-среднем предпринимательстве, это становится проблемой, то есть НДС, ну, грубо говоря, теряет. То есть его просто нету столько в таком объеме, они вынуждены его позже защитить. Ну, вот еще, если, скажем так, обобщить, ну, это один из плюсов, а что лизинг еще может дать малому-среднему бизнесу от малым предпринимателям дополнительно? Ну, дополнительно то, что я уже назвала, это дополнительную скидку на технику от импортера, от поставщика. У лизинговых компаний достаточно хорошо налажены контакты с поставщиками, поскольку мы часто контактируем, как крупный покупатель, потому что покупателем по любой сделке лизинговой являемся мы, лизинговая компания. Соответственно, это скидки порой очень существенные. Есть программы скидочные, в частности, по легковому автотранспорту. Скидки там могут достигать, там, 12% от стоимости автомобиля. Ну, это достаточно существенно в рублях. Вот. Есть программы от, опять же, производителей. Это производители сельскохозяйственной техники, строительной техники. То есть часто при приобретении, допустим, в кредит такую скидку не могут подтвердить поставщики, потому что так настроена скидочная политика вот именно импортеров, производителей, заводов. При этом в лизинге мы можем автоматически предоставить эту скидку без дополнительных согласований, торга, там, и так далее. То есть лизингополучатель приходит к нам и знает, что вот у компании, у конкретной, есть скидка, я там, не знаю, на технику, 10%, и он ее гарантированно получит, то есть даже без там дополнительного торга и согласований. Ну, для того, чтобы наши слушатели для себя, ну, определились, нужен им лизинг или нет, скажите, вот как понять, подходит ли бизнесу такой инструмент, как лизинг, да, и как выбрать лизинговую компанию? Подходит или нет, очень просто. Если компания, в принципе, собирается приобретать что-то дорогостоящее, я уже сказала, что-то, чем будет пользоваться для бизнеса, это могут быть производственные станки, это может быть, как я уже сказала, техника, это может быть, в конце концов, даже какой-то крупный промышленный принтер, какая-то техника дорогостоящая, на которую сейчас нет возможности выбрать из бизнеса деньги, на которую, в принципе, нужна какая-то форма финансирования, можно попросить не деньги в банке для того, чтобы купить, а, соответственно, приобрести в лизинг, то есть, ну, сделать это проще. То есть, как резюме, если деньги нужны не на оборотку, не на вот какие-то такие вещи, когда нужны именно деньги, кэш, а когда деньги нужны под приобретение основного средства, это автоматический лизинг. Я знаю, что такая программа, как лизинг, очень часто попадает под субсидирование, то есть, поддержка малого и среднего бизнеса со стороны региональных органов, со стороны местного самоуправления. Ваша компания в основном, ну, большую часть клиентов, я так понимаю, имеет в Москве и Московской области. И хотелось бы от вас услышать, есть ли субсидирование, поддержка государственным предпринимателям в части использования лизинговых схем? Да, есть. Наша компания, я немножечко вас скорректирую, работает по всей территории Российской Федерации. Я возглавляю отделение, которое работает по Центральному федеральному округу. Да, большинство наших клиентов, ну, в силу территориальных особенностей, естественно, находятся в Москве, Московской области. По субсидиям мы работаем по всей России. Субсидирование лизинговых схем началось в 2015 году. Вообще изначально, если мне не изменяет память, лизинговые схемы поддерживали отечественного товаропроизводителя субсидийные. Соответственно, субсидия придумывалась как форма поддержки отечественного товаропроизводителя после вот кризиса 2014 года. Но автоматически, естественно, поскольку субсидия перекладывается на конечного покупателя, на лизингополучателя, сумма ее существенно получилась так, что она стимулировала и, естественно, малый и средний бизнес. Мы в субсидиях участвуем. Участвуем с момента их основания, если можно так сказать, 2015 года. Они очень популярны. Популярны по ряду причин. Ну, во-первых, это действительно существенные суммы. В среднем субсидия скидка составляет порядка 10%. Популярны потому, что сам механизм возмещения этой субсидии возлагается на лизинговую компанию. То есть лизингополучателю не нужно собирать пакеты документов, предоставлять, доказывать там еще что-то, разбираться в законодательстве, как правильно ее получить. Соответственно, все это делает лизинговая компания. Это очень удобно. С момента возникновения субсидий их популярность очень высока. Мы участвуем во всех. Ранее были субсидии отдельно на колесную технику российского производства, на дорожно-строительную, на сельхозтехнику. На данный момент субсидия, вот вышло постановление правительства уже о том, что субсидия есть, она объединена в единую лизинговую субсидию. На данный момент мы, я имею в виду лизинговое сообщество, активно участвуем в общении с правительством, скажем так, по моментам условий этой субсидии, поскольку на данный момент условия достаточно существенно изменились, и они для нас, так скажем, не очень удобны. Соответственно, мы активно участвуем в согласовании, в том, чтобы доносить до государства то, что лизинговые компании могут себе позволить частью субсидирования. Ну и, соответственно, ожидаем, что наш голос будет услышан, ожидаем, что размеры субсидий будут сохранены, по крайней мере, как в прошлом году, поскольку в прошлом году даже те суммы субсидий, которые были согласованы, были выбраны, я не знаю, некоторые, там, на колесную технику, наверное, за рекордные месяц-полтора. Я напомню, что из открытой студии «Радио-1» в здании правительства Московской области в Красногорске у меня в гостях Банникова Елена Сергеевна, региональный директор компании «Интерлизинг» по Центральному федеральному округу. Мы обсуждаем лизинг, обсуждаем субсидирование. Елена, возвращаясь к теме субсидирования, вот какие конкретно субсидии и скидки, может быть, на вашей памяти есть какой-то кейс, допустим, из недавних ваших клиентов, недавних ваших контрактов, когда компании удалось получить субсидии? В каком размере это может быть? Ну, так, для примера, чтобы слушатели сориентировались. О, размеры могут быть очень высоки. Ну, скажем так, от и до, конкретные цифры. Размер субсидии, ну, вот в среднем, допустим, на колесную технику составлял 10% от стоимости имущества, но не более 625 тысяч рублей на одну единицу. Соответственно, у нас были кейсы, там, компаний, которые занимаются грузоперевозками, которые приобретали колесную технику российского производства в большом количестве единиц. То есть за единицу мы, естественно, соблюдаем вот эту вот субсидию. Ну, соответственно, допустим, 5 единиц, если компания приобретает, допустим, там, субсидия в среднем, там, составляет, не знаю, 500 тысяч рублей, а на 5 единиц это получается 2,5 миллиона рублей. То есть, по сути, размер субсидий, он почти полностью покрывает проценты по лизингу. То есть, ну, по лизингу... Бывают такие случаи, да, конечно. То есть, если вы говорите порядка там 10%, каковы, кстати, ставки сейчас вот по лизинговым сделкам? Ну, ставок такого понятия в лизинге нет, как в кредитовании. Есть процент удорожания, максимум эффективная процентная ставка. На разную технику разные процентные ставки. Мы очень сильно отличаемся по рынку, допустим, если речь идет о лизинговых компаниях коптивных, то есть, которые при производителях, у них ниже ставки, они в основном пользуются иностранным капиталом, иностранными инвестициями. Есть компании, которые, вот как мы, универсальные, просто, ну, без привязки к какому-то производителю. Соответственно, в среднем, ну, удорожание, могу сказать, может быть, 10-12%, но тут опять же нужно понимать, что удорожание зависит от аванса по лизинговой сделке, от срока, от многих факторов. Соответственно, вот прямо в среднем нет возможности сказать, но то, что вы сказали, что субсидия может покрыть полностью проценты, это точно так. Более того, у нас были случаи, когда субсидия перекрывала проценты, то есть удорожание, если можно так вообще сказать, было отрицательным. То есть клиенту было выгоднее взять в лизинг с субсидией, чем просто купить напрямую за свои деньги вообще без всяких процентов. Такие случаи тоже были, их достаточно много. Продолжая тему центрального федерального округа, всем известно, что Москва, Московская область в целом по России являются лидерами по объемам строительства, по объемам сдачи жилья в эксплуатацию. Но Московская область – это также регион, в котором активно развивается в том числе и сельскохозяйственное производство. В связи с этим хочу вам задать вопрос, связанный с именно какие тенденции сейчас, какая техника более востребована, то есть строительная, дорожная, или это техника, связанная с сельским хозяйством. Вот в нашем регионе. В нашем регионе, наверное, если брать Московскую область, это все-таки строительная, дорожно-строительная техника. У нас есть клиенты, которые как строят, вы правильно заметили, что строительство там, в том числе жилой недвижимости, идет полным ходом. Так у нас есть клиенты, которые, допустим, сдают в аренду краны, которые берут те самые строительные компании, то есть эти краны часто берут тоже в лизинг. Что касается сельского хозяйства, оно развивается, но если брать именно Московскую область, количество приобретаемой сельскохозяйственной техники в Москве и области, наверное, ниже, чем в том же Воронеже, в регионе Черноземья, где прям цветет и пахнет сельское хозяйство, сельхозтоваропроизводители. А какая техника больше все-таки московская? Ну, на втором месте, после строительной и дорожной, может быть, складская? Наверное, грузоперевозки. Грузоперевозки – это грузовая техника. Здесь очень много распределительных пунктов, складов, откуда везется, куда везется товар. Соответственно, здесь достаточно востребована техника, именно грузовая. В связи с этим же, опять же, складская, поскольку везут они на склады, там нужно распределить, переложить. Поэтому вы абсолютно правы. Да. Есть еще такое расхожее мнение. Достаточно часто встречаются комментарии в интернет, таких, ну, назовемых хейтеры, которые являются ярыми противниками лизинга, говорящие о большом количестве рисков. То есть, если говорить о рисках, о такой стороне, которая, ну, может быть, мы развеем сейчас этот миф, какие риски для субъектов малого и среднего бизнеса, которые пользуются лизингом, могут возникнуть? Допустим, при каких обстоятельствах может быть забрана та или иная техника? Какие последствия могут наступить, в случае нарушения порядка выплачивания лизинговых платежей? И насколько это жестко выполняется, насколько строги и жесткие лизинговые компании в части именно исполнения вот этих договорных обязательств? Просто для меня так странно. Мы всегда в лизинговых компаниях внутри говорим, наши риски, что нам там клиент не вернет, допустим, потраченную сумму. Риски лизингополучателя возникают, вы правильно заметили, при неоплате лизинговых платежей. Лизинговая компания действительно имеет право забрать технику по договору лизинга. Соответственно, разные компании на самом деле очень по-разному, в разной степени строгости соблюдают вот этот принцип. Есть риск, ну он такой тоже, для нас это больше риск. Если клиент не оплачивает два и более лизинговых платежа, лизинговая компания согласно федеральному закону о лизинге имеет право списать в безакцепном порядке сумму платежей без изъятия техники. Без изъятия. Это просто как возмещение своих затрат, поскольку уже два и более неплатежа. То есть клиент пользуется, но не платит. То есть это делается в досудебном порядке, то есть безакцепно. Да, да. Соответственно, при, опять же, двух и более неплатежах мы также имеем право по договору лизинга забрать технику. Все по-разному пользуются, с разной интенсивностью этим правом. На самом деле, если говорить о нашей компании, мы крайне лояльно относимся к лизингополучателям. Мы стараемся договориться, предложить какие-то варианты. Возможно, если лизингополучателю не нужна эта техника, но нужна кому-то другому, сделать переуступку, то есть сменить лизингополучателя с одного на другого, на того, кто сможет оплачивать лизинговые платежи. В досудебном порядке какие-то варианты выкупа досрочного рассмотреть. То есть, да, естественно, мы не в ущерб себе будем работать, это наш бизнес, но так или иначе, мы стараемся прежде всего пойти с лизингополучателем на переговоры, понять, что вообще произошло, как это надолго сохранится такая ситуация и какие варианты развития событий могут быть. А в случае, если лизингополучатель хочет досрочно оплатить, есть ли в этом случае у него льгота по оплате, то есть уменьшается ли сумма в данном случае платежа? Это зависит... Допустим, был договор изначально на 10 лет, он понял, что через 3-5 лет он в состоянии оплатить полностью, ну, ситуация изменилась и хочет закрыть данный платеж досрочно. В этом случае не будет ли у него возникать переплаты, так называемые, вот за эти 5 лет, так называемые? Я услышала. Это регулируется договором лизинга, у разных лизинговых компаний разные правила. У нас в договоре лизинга есть отдельный график досрочного выкупа, в котором заранее клиент видит в каждый следующий месяц, сколько нужно будет заплатить, если он хочет досрочно выкупить. При досрочном выкупе до процентной ставки пересчитываются. Но это, опять же, регулируется договором конкретной лизинговой компании, изо всех не могу сказать. Еще очень важный вопрос. Когда заканчивается срок лизингового договора, то есть техника, условно говоря, полностью оплачивается, есть два варианта развития событий, насколько я знаю. Либо данная техника сдается в качестве трейдин, покупается более новая, опять же, с использованием лизинга, либо данная техника переходит в собственность. Но там, насколько я знаю, возникают, опять же, налоговые определенные особенности в части того, если он эту технику после лизингового платежа захочет продать. Что в этом случае возникает с налогообложением? Дополнительно возникает необходимость оплаты НДС, от какой суммы он исчисляется в данном случае? По поводу выкупа и невыкупа сначала отвечу. Мы называем лизинг, который без выкупа, операционным. Это такая, наверное, разновидность больше аренды, чем финансовые инструменты, которые можно сравнить с кредитом. Соответственно, мы предоставляем клиентам лизинг финансовый. Финансовый это вот как раз тот самый, который можно сравнить с кредитом, это с выкупом в конце договора. По поводу того, как закрываются договоры, расскажу про нашу компанию. Это опять же может регулироваться договором лизинга конкретной лизинговой компании. Варианты есть. У нас выкупную стоимость техники лизингополучателя оплачивают в составе лизинговых платежей. В конце договора платеж либо такой же, как все остальные платежи, либо вообще минимальный. Передаем мы технику по остаточной балансовой стоимости. То есть, если срок лизинга там равен или больше сроку полезного использования техники, то мы можем передать по минимальной стоимости. То есть, техника списана практически там в ноль. Поэтому в целом при перепродаже, вот при получении техники в собственность нужно смотреть на остаточную балансовую стоимость, какой документ выдала лизинговая компания. Соответственно, цена должна быть точно не меньше, чем остаточная балансовая стоимость, плюс 20% налога на прибыль при продаже. То есть, это вот прям минимум. Но это, естественно, должно скорректироваться на рыночную стоимость, потому что в любом случае не должно быть каких-то там сильных перекосов. Хорошо. Спасибо большое. Я напомню, что в открытой студии «Радио-1» в здании правительства Московской области в Красногорске в программе «Люди дела» была Банникова Елена Сергеевна, региональный директор компании «Интерлизинг» по Центральному федеральному округу. Мы обсуждали вопросы лизинга, субсидирования, поддержки малого бизнеса, использующего лизинговые схемы. С вами был Роман Харланов. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.